здравствуйте дорогие подписчики и гости канала с вами снова мария сегодня я расскажу немного обученных дзи на видео вы видите мои работы бусины дзи происходит из центрально азиатского региона их обычно находят на территории афганистана ирана тибета индии пакистана непала и мьянмы где встречаются различные формы и размера от очень маленьких вырезанных из сердолика корнелиан до огромных с несколькими полосами и отверстиями если предположить что бусины дзи связаны с тибетским буддизмом то получается что изготовление бусин началось в во время прихода буддизма но точно и даты все же неизвестны это связано с тем что тибетцы никогда не разрешали проводить археологические раскопки в тибете в действительности известно особенно тибетцам что бусины дзи являлись частью тибетской религии бон которая предшествовала буддизму и от которой отказались 4000 и более лет назад именно в тибете некоторые из старейших дзи предположительно сохранились с того времени учителя бон носили эти бусины на своих церемониальных одеждах и когда они умирали их кремировали останки погребали что впрочем не было доказано но это могло объяснить почему дзи часто находят в земле и почему найденные бусины часто повреждены разбитые или обгоревшие жар от погребального костра скорее всего является причиной повреждения бусин не стоит считать что скол на бусинах сделано преднамеренно их наличие может обусловлено тем что агат твердый но хрупкий камень беседа с тибетцем из лхаса показала что бусины были специально расколты на части в лечебных целях или в распространенных религиозных обрядах или являлись частью церемонии похорон предыдущего владельца следовательно на наличие небольших сколов на бусинах не уменьшает их ценность в целом и в действительности может даже рассматриваться как желаемое особенно если сколы были сделаны в лечебных целях так как считается что такие бусины обладают внутренней истинной энергетикой бусины бывают условно двух типов старые и новые в чем вообще разница а разница в их силе мощности ну и в цене конечно же давайте начнем с новых бусин это бусина которые сделали недавно их никто не носил до вас они новые гладенькие гламурные да они не такие сильные но помогать будут и что интересно со временем они будут усиливать свою мощь плюс у них они идеально ровные без трещинок и сколов в общем красивые старые бусины это бусины которые родились не вчера опять 10 50 100 300 лет и так далее тут как с вином чем старше тем лучше бусина становится мощнее и разумеется существует совсем древние бусин но все же старше 300 лет зачастую имеет очень очень высокую цену плюсы старых бусин это большая сила энергетики то есть талисман очень мощный минусы тоже присутствуют старые дзи не всегда в хорошем состоянии на них куча трещин сколов хотя и много идеальных бусин но стоит они конечно же больше если бусина не поцарапана и стоит они неприлично дорого это не значит что вы смотрите на китайскую подделку приведу пример тибетских женщин в церемониальных нарядах невест на которых вы увидите как древние так и современные бусины я вас хочу пригласить свой магазинчик с бусинами дзи и браслетами из них помогу подобрать ваш камень талисман по дате рождения и составить с ним красивое современное украшение ссылка на магазин будет под видео я отправляю украшение по всему миру если будут какие-то вопросы можете писать мне на ватсап либо задавать в личные сообщения в моем магазине спасибо за просмотр до следующих видео а